Привет-привет! Наконец-то после двухмесячного перерыва вы можете лицезреть меня, а я могу снимать для вас. Я по-моему очень скучала, лето было такое насыщенное и такое странно занятое, что я была плохой и видео в июне не сняла. Однако я решила, чтобы не пропускать месяц и все-таки рассказать вам о вещах, которые я любила на протяжении и июня и июля, нужно снять такое совместное видео, чтобы уж точно наговориться на месяц вперед, потому что, к сожалению, в августе у меня тоже не будет возможности снимать. Так что болтовни будет много, вещей будет много и нам лучше с вами начать. Фавориты июня и июля, поехали! Что ж, начну я с событий, которые происходили на протяжении этих двух месяцев, ибо у меня теперь есть такой новый пунктик в моих фаворитах. Что касается июня, в июне я была в Германии, также я посетила чудесный город Амстердам и Брюссель, чудесные города, вот, от которых я осталась под таким впечатлением. В Германии я была в городе Дюссельдов, и, честно говоря, ничего особенного про этот город сказать не могу, он немного мне показался скучным, ну и вообще к Германии я отношусь so-so, поэтому Амстердам просто взорвал мне голову. Поэтому я никогда ничего подобного не видела, я не была в Венеции, но мне кажется, что он очень похож на Венецию, со всеми этими каналами, с природой, все цвело, погода была чудесная, все эти велосипеды, люди такие необычные, не знаю, в общем, я вот прям под впечатлением впечатлением и уже мечтаю о том, как скорее бы туда вернуться и все там еще раз пройти, просмотреть и все такое. От Брюсселя я вообще, честно говоря, не знала даже чего ожидать, и Брюссель мне показался таким, знаете, городом, который как-то очень интересно сочетает в себе современные постройки, старинные постройки, такой современный мегаполис и при этом какое-то такое спокойствие. В общем, вот такой вот город контрастов, на мой взгляд. А также в июне я открыла для себя новую прекрасную вещь под названием йога. В мае я вам рассказывала про то, что я под впечатлением от бега, что у меня такое новое хобби появилось и все такое. Так вот в июне бег немножко ушел на второй план, хотя я пыталась бегать по мере возможности, и на первый план вышла йога. Потому что, вы знаете, то чувство спокойствия, которое дает занятие йогой, я такого чувства спокойствия нигде и никогда не находила. И вы знаете, все-таки йога это, конечно, не спорт, а это больше какое-то состояние души, это образ жизни. И когда ты начинаешь в это все погружаться, ты волей-неволей не можешь остановиться, тебе хочется знать все. То есть не только как правильно встать в позу, но и что такое чакры, что эта поза дает, а вообще зачем йогой заниматься, чего может твое тело тебе дать. В общем, это очень интересно, и то, что ваше тело может делать, вас может поразить, поверьте мне. И, наверное, последнее событие, ну скажем так, лета, да, потому что июль все-таки у меня прошел в Москве, и он был такой достаточно спокойный. Но конец июля это всегда моя одна из самых любимых... неправильно предложение построила. Конец июля это одно из самых любимых периодов в моей жизни, потому что 26 июля у меня был день рождения, и мне стало 23 года. Я все так же прекрасно свежа и молода, вот, наслаждаюсь своим возрастом. Вообще, знаете, я заметила, что каждый год, где-то за неделю до моего дня рождения, у меня начинается жуткая хандра и депрессия на тему того, что, о, боже мой, я стала на год старше, я ничего не добилась в этом году, какой кошмар, и вообще, куда моя жизнь катится, вот. Вот, и, знаете, ближе, все ближе и ближе к дню рождения, депрессия все больше и больше возрастает, и чаще всего сегодня рождение, первую часть сегодня рождения всегда в таком жутко дико плохом настроении. Я там плачу, хожу без настроения и говорю, что, аааа, жизнь ужасна, вот. Вот, но в этом году все было, в принципе, так, однако вторая часть моего дня рождения была супер-супер веселая. Спасибо моим друзьям, которые провели этот день со мной, которые радовались со мной, радовали меня, и спасибо моей сестре, которая устроила мне сюрприз, сюрпризов просто. И вообще всем-всем-всем, кто был в этот день со мной, кто этот день со мной встречал, спасибо вам за ваше поздравление, потому что некоторые мне писали в инстаграме, и это было жутко мило, спасибо большое. Следующий мой фаворит, это вот такая вот прекрасная чудесная палетка от Catrice, с такими достаточно натуральными цветами, но при этом тут есть мой любимый бирюзовый, которым я очень люблю подводить нижнее веко, так, кстати, на будущее. Палетка очень красивая, тут, в принципе, все оттенки с такими маленькими блестками, с шиммером, но при этом я ее пользуюсь очень часто для дневного макияжа, делать такой вот очень самый простейший дневной макияж, это использовать вот этот вот светлый на все подвижное веко, и вот этим вот темным цветом подводить складочку у века. В общем-то, все легко, даже самый криворугый человек это сделает, поверьте мне, мне это уж точно надо знать. Следующий фаворит, очень нашумевший бьюти-продукт, о нем говорят очень многие блогеры, влогеры, вот, и он у меня был очень давно, честно говоря, но я немного так к нему относилась скептически, а потом вот я для себя его переоткрыла, и теперь я просто обожаю вот эти вот чудесные румяна от Nars под названием Orgasm, вот, такие супер розовенькие румяна. Они безумно красивые, и, вы, кстати, их можете сейчас лицезреть нам, лицезреть на мне, что происходит, что нужно знать перед тем, как пользоваться этими румянами. Их нельзя наносить очень много. Вот почему вначале они мне, наверное, не нравились, потому что я как-то не учла этот факт, и у меня были такие вот, такие прям очень-очень розовенькие щечки. Вот, а потом я поняла, что в связи с тем, что вообще, в принципе, у практически всех румян от Nars очень-очень много шиммеров в них, они очень блестящие, то есть прям совсем такие театральные, нужно прям слегка, вот, слегка вот обмакнуть кисточку, и вот прям чуть-чуть-чуть-чуть совсем их нанести. И они очень красиво блестят на солнце, просто дико красиво, несмотря на то, что они с блестками смотрятся достаточно натурально, и мне вот очень нравится. Что ж, мой следующий фаворит, на самом деле, уже был у меня какой-то период фаворитом, потом он как-то ушел из поля зрения и вновь ко мне вернулся. Я сейчас говорю про блеск от Colorance, такой вот блеск уход за губами, он питает, очень здорово питает губы, увлажняет, в общем, вот это вот все, увеличивает их, и он очень вкусно пахнет, девочки, он пахнет пироженками, сладостями, ванилькой, в общем, всем-всем чудесным, что мы, девочки, любим. Вы знаете, мне кажется, у всех у вас такое было, когда вот вы видели что-то в интернете, такие, да, надо купить, надо как-нибудь заказать, вот это классная идея. В общем, то же самое у меня было с моим следующим фаворитом. Это вот такие вот новинки, такие вот резиночки, которые не заламывают волосы, когда вы собираете их. В общем, я думаю об этой вещи уже пару месяцев, вот честное слово. Ну, как-то вот всегда что-то не до этого было. Я наткнулась на них в H&M и подумала, что это, знаете, знак свыше, раз уж они передо мной, и ничего заказывать не надо, и ждать не надо, то надо брать, надо брать. Вот. Это чудесная вещь, которая действительно вообще не оставляет никаких заломов и следов. То есть вот, ну вот, укладываешь волосы, да, то есть они у тебя прямые-прямые, ты их, значит, собираешь, спишь, просыпаешься, волосы распускаешь, а они прямые. Это действительно так, это действительно работает. Еще один предмет-фаворит июня и июля, это была сумочка Джуси Кутюр. Мне кажется, если вы следите за мной в инстаграме, опять-таки, то вы ее очень много раз видели. Это прекрасная, чудесная, безумно красивая сумка вот на таком вот длинном золотом ремешке с маленьким сердечком. Так, стойте, вот, да, теперь вы видите, с маленьким таким сердечком. Мне эта сумка, мало того, что она мне безумно нравится, потому что у нее очень красивый цвет, то есть она вот как-то притягивает внимание. Так, мне еще эта сумка дорога очень тем, что она куплена на мои честно заработанные. Вот, не знаю, если вы работаете, может быть, вы меня поймете, потому что все-таки то чувство удовлетворения, которое ты получаешь от вещей, которые ты купил сам, оно вообще никак не сравнимо с тем чувством, когда ты получаешь в подарок что-то. Или когда там родители тебя покупают, молодые люди, мужья, не знаю, в общем, кто бы то ни было. Так вот, несмотря на то, что эта сумка дико маленькая, она меньше моей головы, или как моя голова? Ну, как моя голова? Нет, чуть меньше. Несмотря на то, что эта сумка дико маленькая, она каким-то невероятным образом вмещает в себя все. То есть у меня туда вмещается и паспорт, и ключи, и блески, и влажные салфетки, и жвачки, и наушники, и зарядки. В общем, все, все, что мне нужно, вмещается в этой прекрасной сумке. И мне вот уже даже грустно, что будет осень, и как-то нужно будет с ней временно попрощаться. Что ж, перейдем к моей самой любимой части. Это музыка. Прекрасная, чудесная музыка, которую я слушала на протяжении лета, можно сказать. Честно говоря, песен было дикое количество, но я решила отобрать вот самые-самые-самые топ-5 тех, которыми я наслаждалась... Тех, которыми я наслаждалась больше всего. И начну я, пожалуй, с одной песни, которая появилась, честно говоря, недавно, но она очень много значит, и она посвящается моей маленькой семье. Я знаю, что вы будете это смотреть, так что... Эй! Вот, это песня Ники Минаж, которую она исполняет вместе с Фрэнч Монтана. Она называется Фрикс. И, в общем-то, эта песня очень в стиле Ники Минаж. Также мне очень нравилась песня. Она не такая веселая, но она очень романтичная. И вот, мне кажется, влюбленным натурам она понравится очень. Она называется Mirror of Things, Beautiful Wife. Ее исполняют вообще незнакомые мне люди. Песня очень красивая. Для ночных прогулок по Москве самое оно. Следующая песня такая супер-супер зажигательная. Она вот у меня как-то четко ассоциируется с периодом, когда я была в Германии. Называется Ramos a la Playa. Я, наверное, неправильно произнесла, но вы поняли смысл. Следующая песня попала ко мне в плейлист в начале июня. Благодаря моей любимой подруге Асе, которая вообще, в принципе, слушает абсолютно другую музыку. И мы с ней редко, когда сходимся в наши музыкальные вкусы. А тут вот нам безумно нравилась вот эта песня очень от Сия. Это же так читается, да? Еще одна песня, которая сопровождала меня вот последние буквально там вот дней 10, просто на репите, постоянно. Песня называется Bloodsport. Тоже исполняет чувак, который мне вообще не знаком. Так. Тоже исполняет чувак. Что ж, крошки, это были все фавориты за июнь и июль. Почему-то я думала, что их будет больше. Не знаю. Надеюсь, что они вам понравились. Вот. Какую вам мантру на путь свидать на август? Август это последний месяц лета. И поверьте мне, от него уж точно нужно взять все. Просто оторвать слегка. Вот. Почему так происходит? Оторвать слегкой. В общем, август. Последние 30 дней. Сделайте все, что вы хотели сделать за все это лето, но не успели. Или наоборот. Все, что вы делали, вам нравилось, продолжайте делать. Я вот поеду отдыхать. Может быть, вы тоже. Так что море и солнце, оно нас ждет. Сентябрь не за горами. Надеюсь, эти два месяца прошли у вас хорошо. Они были тоже насыщены всякими событиями. Любите себя. Любите мир вокруг себя. Цените тех, кто рядом. И улыбайтесь. Просто потому, что это самое-самое простое, что может поднять вам настроение. Улыбайтесь. И другие тоже будут на вас смотреть и улыбаться. Я вас крепко целую, обнимаю. И пока-пока!